Привет, мои дорогие! С вами Оксана. И сегодня я хочу поговорить с вами о шоколадной маске для лица. Тем, кому тема это интересна, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. И с вами рассказ я хочу начать с того, что сама я эту масочку сделала впервые. Вчера с девчонками были в бане. И, естественно, в бане мы делаем определенные процедуры. Тем девчонкам, кому тема интересна, баня и уход за своим телом и за собой в бане, я оставлю ссылочку. Посмотрите видео. Там тоже есть полезные советы, рецепты. И что касается именно шоколадной маски. То есть эта маска подходит для всех типов кожи. В зависимости от того, какой ингредиент вы добавите в шоколад, для этого типа кожи она и будет, как говорится, подходить замечательно. Что именно в себе содержит шоколад? Я не буду особо заострять внимание. Это, понятно, микроэлементы, витамины, кофеин, все питательные вещества. То есть все, что нашей коже пойдет только в плюс, вот шоколад сам и имеет. Для приготовления этой маски существуют, конечно, правила, которые нужно соблюдать. Естественно, сам шоколад должен быть горьким, без добавок, хорошего качества. Следующее. Нужно обязательно проверить свою кожу на аллергию. То есть нет ли у вас аллергии на шоколад. То есть не нанести себе вред. Это вот самое важное. Следующее. Эта маска шоколадная, она смывается не так легко, как обычная маска. Она трудно смывается. Поэтому для смывания нужно использовать именно теплую воду. Следующее правило. Масочку, как и все, собственно, маски нужно наносить на лицо. Избегая области кожи вокруг глаз и вокруг рта. Ну вот, собственно говоря, и все, что касается... Да, еще эту масочку, как и все остальные масочки, нужно наносить на очищенную, лучше всего, отскрабированную кожу лица. Вот на этом, пожалуй, и все. Итак, шоколадная маска. Мы делали маску шоколадную и в состав этой маски добавляли мед. Мед и несколько капель оливкового масла. Как готовится эта маска? Пол плитки шоколада расплавляется на водяной бане. Если вы находитесь в бане, мы чашечку с пол плиткой шоколада ставили в парную. И там буквально минут за 20-15 этот шоколад весь расплавлялся. И вот, как говорится, он уже готов. Ну и в основном, конечно, вот ту маску, которую мы делали, в состав которой входит мед и оливковое масло, это маска для питания кожи. Если ваша кожа жирная, то в шоколад вы можете добавить ложку овсяной каши. Также завариваете овсянку кипяточком и затем используете в качестве добавки шоколадную маску. Также вот в эту масочку можно добавить глину. В этом случае маска подойдет для жирной кожи. Она немножечко подсушит и напитает. То есть универсальное средство, которое можно использовать, выходит за собой. Девчонки, попробуйте делать. Если вам рецепт понравится, пишите мне. Мне будет интересно очень знать ваше мнение. Но я для себя определила, что эту масочку я в свой еженедельный уходовый рацион включу. Мне она понравилась. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем пока-пока.